Всем привет, от вас снова Аликс, хотела снять видео, заключительное, так сказать, в этом году. В этом году я сняла... раз, два... это, наверное, третье мое видео за этот год. Ужасный какой-то был у меня год с ютубом какой-то недружелюбный. Но всё-таки я решила снять такое последнее видео в этом году, и надеюсь, в следующем я и справлюсь. Есть в планах купить камеру, чтобы я могла себе видеть. Как видите, я снимаю на лаптоп, решила не нарушать эту традицию в этом году, которую я начала. И закончить бы этот год хотела, конечно же, видео о пустых баночках. Накопилось мне очень много, как видите, у меня здесь и бардак. В один мешок всё не поместилось, пришлось разложить два. В общем, я их разделила на уходовую и декоративную косметику. И я знаю, что многим такие видео нравятся, мне тоже очень нравится смотреть такие видео. Ещё раз повторюсь, потому что полноценный обзор продукта можно сделать тогда, я думаю, когда вы его использовали полностью. Потому что мнение о нём может меняться. Вначале он может показаться вау-вау-вау, потом в конце вы понимаете, что это того не стоило. Надеюсь, я смогу смотреть в камеру, потому что мне иногда хочется проверить, как же я выгляжу. Я, извините, немножко поболтаю, а просто, когда я тут, 25-го числа, решила Алекс сесть заснять макияж с новым годним, вернее, да, видео с новым годним макияжем. И, в общем, снимала я, снимала. И когда уже макияж был сделан, я поняла, что нифига не записалась. У меня всё остановилось на том месте, когда она начала делать свои брови. А так как я себя не могу видеть, что я снимаю, поэтому я была очень расстроена, в общем, смыла всё нафиг и снимать не стала больше. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Что только что вот шикарный такой макияж сняла, да, а он мне записался. И что мне теперь делать? А я так старалась. Но сегодня, надеюсь, у меня всё получится. Так что, если вам интересно смотреть видео о пустых баночках, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Ну, и, как я уже сказала, начнём мы с уходовой косметики. Так, и первое, что мне попадается, это Биодерма. Все вы уже знаете, очень много я про них говорила. Это не только мой фаворит, но и многих других бьюти-блогеров. Даже не хочется мне как-то ничего другого искать. Я знаю, сейчас у Горне вроде вышла тоже митиллярная вода. Вот у меня тут подружка купила, но всё как-то я не распробую. Рука тянется к этому. Оно не раздражает мои глаза. Что я им делаю? Я снимаю в основном только макияж с глаз. Всё. Для лица у меня есть другой продукт, который я вам тоже покажу, наверное. Где-то я вот его видела. Вот. И Биодерма мне очень нравится. В продаже свободной у нас в Англии нет. Ну, по крайней мере, вокруг меня в этих вот аптеках нигде не продают. Может, где-то есть. Вроде мне кто-то говорил. Но я не хочу как-то куда-то специально ехать. Заказываю в интернете. Обычно на каких-то скидках. Там сразу два вот такие вот флакончика по 500 миллилитров. И мне хватает очень надолго. Если говорить о демакияже с лица, это Purity от Philosophy. Она, видите, пустая. У меня есть здесь 240 миллилитров. У меня есть вроде там что-то 500 миллилитров. И есть такая совсем миллиотюрка. Ну, там 100 миллилитров. Но ее очень удобно взять с собой в поездку. Блин, мне челюсть болит. Я так давно не разговаривала много. Очень мне нравится этот продукт. Смываю макияж с лица. Здесь как бы он заявлен как три в одном. Клинзер для снятия макияжа с глаз и лица. Также он должен тонировать лицо. Но все равно я протянула потом тоником. Не щипет. Отлично все смывает. И он не пенится. Это просто такой гель. Я наношу его на влажное лицо. И мне устраивает, как он смывает макияж. Нету никакого раздражения. Сна тоже, в принципе, как бы устраивает. И пользуюсь, наверное, целый год. Мой фаворит на все времена пока что. Пока не нашла ничего нового. Дальше что у меня тут есть? Такое вот мыло. Ну, обычно. Я, кстати, вот за этот год мое лицо очень улучшилось. Ну, сейчас, конечно, веб-камера мне тут все прям приукрашивает. Но, в общем, намного улучшилось мое состояние лица перед тем, как я начала пользоваться мылом. Ну, как бы я всегда мою руки. Но я стала мыть их непосредственно перед тем, как я умываю свое лицо. Даже если я была дома и никуда не выходила. Вот. Все равно я перед тем, как умыться, я использую мыло антибактериальное. Здесь у меня совая вера. В общем, сейчас я люблю смолинку. Это обычный Керекс. Он у нас стоит, наверное, 98 пенсов в любом магазине. И, как бы, предотвращая выпадание бактерий на свое лицо. Очень мне нравится. Покупаю все время. Такой вот мой фаворит. Дальше тоже, если из серии про лицо. Закончилось два продукта от Клиник. Наконец-то я добила эту огромную бутыль из трехступенчатой системы. Как видите, это тройка для комбинированной жирной кожи, по-моему. Все-таки я решила, что... Кстати, у меня там фатная палочка упала, и я так ее не достала. Я для себя поняла, что моей коже не нравятся спиртовые лосьоны. Хотя он мне очень помог, когда я была, так сказать, в подростковом возрасте. Очень мне помог избавиться от каких-то омертевших клеток. Потому что, как вы знаете, он тоже отшелушивает. Но все-таки этот весь год практически, пока не допользовала вот этот, я пользовалась безспиртовыми тониками. И мое состояние кожи улучшилось намного. Поэтому я перестала его использовать. Не знаю, буду ли когда-нибудь еще к нему возвращаться. На данный момент, мне кажется, что он слишком такой агрессивный для моей кожи. Она стала более чувствительной. И также закончилась пенка для умывания, гель для умывания от Клиник. Тоже эта троечка от жирной и комбинированной кожи. Он меня вполне устраивает. Я умываюсь им с утра и вечера. И он не очень хорошо пенится, но он без отдушки. В принципе, ничего от него такого сверхъестественного не жду. С утра он смывает мне какие-то остатки кожного сала с лица. И вечером просто помогает дополнительно очищать мое лицо после демакияжа. Я использую его с кларисоником. Мне, в принципе, нравится. Пользуюсь им давно. И думаю, что буду продолжать его покупать. Дальше, если говоря о тониках. Закончился мой тоник от Элемис. Я уже о нем рассказывала в каком-то видео недавнем про фавориты, мне кажется. Вот это бесспиртовой тоник для комбинированной кожи. Балансирующий с лавандой. Вообще лаванду ненавижу. Но вот тут мне он очень нравится. Здесь удобный такой дозатор, спрей. Можно брызгать на лицо. Но я брызгаю на ватный диск и потом протираю. Еще чувствую этот запах лаванды. Он такой непротивный. Но все равно я не очень приветствую его. И это английская марка, британская. У них тут по Лондону есть спа-салоны, в котором они делают процедуру. У нас тоже, по-моему, в одном из салонов делают процедуры с этой маркой косметики. Она считается такого high-end класса, не из дешевых. По-моему, этот бутылек стоит, наверное, 22 фунта. Я думаю, здесь 200 миллилитров хватает надолго. Очень мне нравится. Сейчас вот добиваю свой... Даже зла вам показать. Добиваю свой от Clorance. Здесь с Ирисом, по-моему. Стоит он дешевле, наверное, на фунта 18. Они оба беспиртовые. Но почему-то мне вот Элемис понравился намного больше. Может, потому что лаванда как-то успокаивает лицо. Но, в общем, Clorance, наверное, больше покупать не буду. Особо никаких у меня требований таких суперкрутых нету к тонику. Просто хочется, чтобы восстанавливался баланс кожи после того, как я очистила. Как-то освежить лицо. Не могу без тоника. Обязательно ступени. Девочки, действительно, не пропускайте эту ступень. Она очень важна для вашей кожи. Так, у меня тут уже все перемешалось. Я не знаю, что тут у меня закончилось, что не закончилось. Сделаю свалку немножко на заднем плане. Но, наконец-то, я от этого всего избавлюсь. Потому что уже копится. Целый год коплю, наверное, чтобы снять это видео. Так, дальше. Для волос у меня есть некоторые продукты. Batist сухой шампунь. Вы знаете, если смотрите мои видео, я им постоянно пользуюсь. Потому что у меня жирные волосы. Жирный тип волос. И обычно на второй день мне нужно уже корни свои сбрызнуть сухим шампунем, чтобы был какой-то немножко объем. Как видите, у меня тут объема нет. Но вот если не работала, так надела себе красоту. Мне не нравится оригинальный. Потому что у нас стоят какие-то белые разводы. И вообще он пахнет невкусно. А вот этот из серии Oriental. Как видите, у меня два закончилось. Еще третий там такой стоит. Очень мне нравится. Стоит, по-моему, там 3,50. Я думаю, в фунтах. Вот. И очень вкусно пахнет. Шикарно справляется с своей задачей. Не оставляет никаких... Даже на моих темных волосах не оставляет никаких белых разводов. Очень-очень мне нравится. Хочу попробовать, кстати, сухой шампунь от Bumble & Bumble. Если кто-то пробовал, то обязательно расскажите, мне понравился вам или нет. И пару продуктов у меня тут осталось по уходу. Это вот такой вот скраб от Коррес. Бейзель Лемон написано. 89,5% натуральный продукт. Покупала я его для тела. В основном для ног. Потому что, вы знаете, я пользуюсь эпилятором. И если тело не скрабировать, то могут появляться вросшие волосы. Пахнет так свеженько. Но мне показалось, что немножко частички, они слишком деликатные для кожи ног. Дальше вот такой вот крем-бархатные ручки. Комплексный какой-то. В общем, неплохие эти крема. Они недорогие, но я их использую в основном. У меня сейчас еще какой-то есть. Я привезла из дома. Из Литвы. Он непитательный. Он именно такой увлажняющий. Вот если вы помыли руки дома, и нужно просто чем-то намазать, чтобы руки не сохли. Вот для этого он подходит. На ночь я люблю более питательный. Когда я выхожу на улицу, я люблю более питательный. Сейчас, допустим, я пользуюсь от Локситан с маслом Ши. Он такой питательный, хороший крем, добротный. Этот хорошо на лето может, но точно не на теплое время с утра. Меня просили посоветовать какой-нибудь бюджетный и хороший крем. Ну, из бюджетных у меня такого пока что нету. Я не нашла. Если у вас есть какие-то варианты, посоветуйте мне, пожалуйста. Мне будет очень интересно. И последнее, что мне тут лежит, это спонжик от Body Shop знаменитый. Но сейчас я пользуюсь кларисоником. Хотя не скажу, что я прям в восторге от него. Очень сильно. Я все равно иногда пользуюсь вот таким вот спонжем от Body Shop. В основном с утра кларисоником я пользуюсь на ночь. А с утра, если мне хочется отполировать свое лицо, то я использую вот этот спонжик. Ну, и теперь давайте перейдем к декоративной косметике. У меня такой небольшой мешочек здесь. Здесь первое, что попадается, это такой вот очиститель для кистей от Inglot. Он не подходит для глубокой очистки кистей. Но вот между делом, если вам нужно быстро почистить кисточку, либо просто продезинфицировать ее, потому что здесь на спиртовой основе он вполне для этого неплохо работает. Я уже купила тоже второй. И претензий у меня каких-то там особых к нему нет. Далее, что тут у меня есть? У меня есть две пудры, которые у меня закончились. Одна это от Лоры Мерсье. О, боже, долго она у меня была. Наверное, три года точно я ей пользовалась, наверное. Два с половиной. И в основном я такие рассыпчатые пудры использую дома. Что я их с собой никогда не беру. Быстренько вот закрепить макияж. И действительно хватило ее надолго. Здесь у меня... Это прозрачная пудра с какими-то светлоотражающими частичками. Я думаю, здесь 30 грамм. Да, здесь 30 грамм. Хватает надолго. Очень мне понравился дозатор. Очень классно. Она ни много, ни мало... В общем, выдает пудры. Ничего не рассыпается. Допустим, сейчас я пользуюсь от Chanel пудрой. Вы, наверное, видели. В Инстаграме я в покупках показывала. Ужасно. Просто, блин, она, во-первых, стоит недешево, да. Так она еще и везде разбрасывается. Она пылит. Ее невозможно закрыть. Постоянно в крышечке, даже если я стараюсь немножко отсыпать, все равно получается много. И потом обратно она не засыпается. И каждый раз, вот я когда закручиваю крышку, вот эта вот пудра вся вот разлетается по всем сторонам. Вечно все у меня запыленное. Вот. Я думала опять покупать эту Laura Mercier. Но вот очень мне хотелось попробовать Chanel. Шиковать немножко. Пудра очень хорошая. Она мелкодисперсная. Ложится таким красивой вуалькой. Ее на лице не видно. И думаю, что вот когда допользую свою Chanel, хотя там ее очень много, вот когда допользую, то, наверное, вернусь обязательно к Laura Mercier. И вторая пудра это Too Faced Prying and Poreless. Единственное, что эта пудра очень быстро заканчивается. Здесь маленький такой объем. Здесь 4,5 грамма. Она стоит, наверное, как половина вот этой вот. Я так думаю. В общем, она стоит где-то 28, наверное, я не знаю, фунтов. А эта, ну, тоже где-то похоже. В общем, мне кажется, дороговато за нее просят. Но она действительно хорошо затирает, так сказать, поры. У меня также есть база под макияж из этой серии. И вместе вот они действуют шикарно. Может быть, когда-нибудь я еще ее куплю. Но мне кажется, дороговато. Я сейчас делаю различные процедуры. У меня поры немножко сужаются. Их там лучше очищаю. Но если вот на фотографии, или вы куда-то идете, эта пудра очень хорошая помощь, чтобы скрыть ваши поры. Дальше, что тут у меня есть из тоналок. О, боже. Тоналки мои любимые. Revlon Colorstay. Здесь все в одном оттенке, да? В общем, нашла себе идеальный оттенок тоналки. И вообще идеальную тональную основу для себя. Это Revlon Colorstay. Уже не первый год. Тоже уже где-то оставляла ссылку. Я покупаю его в интернет-магазине. Намного дешевле. Потому что в магазине стоит, мне кажется, там около 12-13 фунтов. Я их покупаю то ли за 7, то ли за 8. Не знаю. Сразу заказываю себе 2-3, чтобы было на запас. Чтобы я никогда не волновалась, что у меня вдруг закончится тоналка. Сейчас я отмечала, сколько я буду пользоваться. Вот последнюю буквально сегодня закончила бутылочку. Пользовалась я ее с конца ноября. Ну, в общем, 2 месяца почти. Да, полтора-два месяца мне ее хватает. Под конец она уже становится такая более густая. И вот видите, до конца ее невозможно, мне кажется, использовать. Потому что баночка стеклянная. Никакой здесь помпы нет. Ее никак не разрезать, не достать. Я так всегда стараюсь ее потрясти, да, вниз головы, чтобы все это туда стекло. Но вот этот вот оттенок 180 называется Beige Sable. Очень мне подходит. Мне нравится. Летом я мешаю с оттеночком Natural Tan, по-моему, который следующий в линейке идет. Но я знаю, что если я с этой тоналкой, у меня лицо выглядит идеально, потому что она плотная. Хотя у меня сейчас проблем столько нет с лицом. Но она плотная. Ее можно наслаивать. Можно, да, совсем тоненьким слоем нанести. Единственная ее такая проблема в том, что она портит мои бьюти-блендеры. Вот это вот я сейчас выкидываю, потому что он старенький. Это мой первый бьюти-блендер был. Два года назад я его купила, наверное, полтора. В общем, страшненький такой, как видите, да. И вот в этом месте, который у меня в тушевую, извините, что показываю такую грязную фигню, в этом месте, в общем, где я в тушевую, он становится очень плотный. Его даже невозможно отмыть. Если по бокам он отмывается, а в тех местах, где я наношу тональную основу, он очень грязный. И, не знаю, наверное, потому что она очень стойкая, либо просто нужно мыть его каждый раз. Я, не знаю, вы вот скажите мне, моете свой блендер каждый раз? С мылом ее вообще по полной программе после того, как используется. Я, нет, я, наверное, раз в три, после трех использования, можно как-то так его мою. Вот, может, это не моя ошибка. Но тоналка очень классная, и я ни за что ее пока что не променяю. Дальше у меня здесь есть две туши, тоже мои фавориты. Вот две закончились от Chanel, Inimitable Intense, в черном цвете. Она не водостойкая, обычная совсем. Тоже вам уже показывала. Мне очень нравится, что здесь небольшая силиконовая кисточка вот такая. Очень мне нравится. Сейчас пока что я купила от Lancome вот эту с лебедивной шеей. Ну, не скажу, что я прям в восторге. Вот она мне сегодня на глазах. Когда закончится, я думаю, все-таки вернусь к своей вот этой Chanel любимой, потому что все-таки как-то я к ней попривыкла. Я уже три использовала. Я вот третью оставила маме, когда ездила домой. Ей тоже она очень понравилась. Супер черная, хорошо придает объем, разделяет ресницы. Они не отпечатываются на верхнем веке, как, допустим, вот эта Lancome. Во-первых, она воняет ужасно, что меня очень расстроило, потому что обычно тушу Lancome, у них был такой пудровый какой-то аромат очень приятный. Вот из-за этого я их покупала. И, во-вторых, она отпечатывается мне, и кроме длины, мне кажется, она ничего не дает. Объема разделения никакого нет, только вот длину. И я не очень люблю. Мне больше важно, чтобы был объем на ресницах, чем длина. Вот. И еще две туши. Боже мой, сколько у меня тут всего. Одна тушь от... Что это? От Rimmel. Scandalize Retro Glam. Попалась мне тоже, мне кажется, в коробочке. Ужасная какая-то здесь огромная щетка. Вот не люблю огромные какие-то непонятные щетки. Воняет ужасно и вообще мажет глаза ужасно. Не понравилось мне даже. Вот один раз использовала и все. Пытаюсь сучить подружке, даже я не взяла, потому что как обяка полная. Неплохой вариант есть, если бюджетный тушь. Это от GOSH. GOSH Volume Mascara какая-то. В общем, такой с зеленой штукой. Моей маме очень GOSH нравятся туши. Здесь тоже силиконовая кисточка. Она похожа на Chanel. Классно разделяет, подкручивает. У меня здесь в GOSH продается. Да, вроде я не видела. Но как-то все равно я влюбилась в свою Chanel. И мне хочется ей пользоваться. Но, возможно, когда-нибудь завернусь к Max Factor 2000 калорий. Это, наверное, вообще хит моего из фаворитов из масс-маркета. И действительно достойный тушь за свою цену. И далее, что у меня закончилось. Кончилось. Вернее, я выкидываю. Это от Sashavit. Вот эта вот сушка. Топ. Думаю, все вы его знаете. Очень известный продукт. Выкидываю, потому что он очень сильно загустел. Я даже его чуть больше половины использовала. Загустел. Это во-первых. А во-вторых, я просто сейчас не крашу ногти. Как видите, у меня гель-шелак всегда. Используюсь только на ногтях. На ногах. Но вот из-за того, что он загустел, я не могу им больше пользоваться. Поэтому пришлось на него выкидывать. И далее, что у меня закончилось. Это несколько пары духов. Закончились у меня такие вот от Jennifer Lopez. Live Lux. Это был мой must-have. Наверное, с 15 до 19 лет. Я постоянно им пользовался. Был мой такой аромат. Очень вкусный. Но, мне кажется, я из него выросла. И вообще, мне кажется, в магазинах его уже не продают. Это Live Lux. Какая-то очень старая коллекция. Я видела, в интернет-магазинах еще можно найти. Может быть, я закажу какой-нибудь такой флакончик, чтобы ностальгию такую чувствовать. Но на данный момент у меня другой флаконик. О котором я расскажу чуть попозже. И также у меня закончились вот эти вот духи от Armani C. Как вы знаете, я там где-то летом решила сменить свой аромат постоянный. Что-то попробую другое. Он очень сладенький. Довольно вкусно пахнет. Но вот из-за того, что у моей одной из лучших подруг у нее вот этот... Это ее духи, ей муж подарил такие. Поэтому я не могу уже себя ассоциировать с ними. Когда я его нюхаю, я вспоминаю ее. Поэтому я стала чувствовать его на себе. Я поняла, что этот аромат не мой. Очень неплохой, но он такой тяжеловатый. И, наверное, слишком сладкий для меня. Мой фаворит, как вы знаете, это Dior. Miss Dior Cherie. Сейчас это просто Miss Dior называется. Здесь у меня было, по-моему, 30 мл. Или 50. Я вот здесь не вижу. Не, я думаю, это 50 мл у меня закончились. И я купила себе 100 мл. Решила раскошелиться немножко. Стоило что-то там около 100 фунтов, я думаю. Но это стоит того, потому что я не могу все время... Это намного дешевле, если я два раза куплю маленький флакон, который я покупала уже раз 5, наверное, чем купить одну большую. Вот. Так что у меня теперь... Ну, эту я, конечно, выкину. Очень красиво выглядит на туалетном столике, мне кажется, украшение. И также у меня есть еще вот такой вот маленький, посмотрите. Это у меня был подарочек от одной девушки, моей подписчицы. Она мне призвала вот такую вот маленькую мини-атюрочку. Огромное спасибо. Наверное, не буду ей пользоваться, оставлю вот так вот, как для красоты. Очень мне нравится. Вот такое вот у меня семейство Dior. Очень классный аромат. Мне нравится. Я всегда его ощущаю, когда я, допустим, им не набрызгалась. Всегда ощущаю за километр всех вокруг, кто пахнет так же, как я. Очень теплые. Нежные, такой девичьи, пудровые. Мне нравится. И даже многие мои знакомые реагируют. Я вот долго, пока им не пользовалась. Они как-то мне никогда не говорили, что я вкусно пахну, когда пользовалась Dior. Я начала пользоваться Armani. Говорили, о, ты сменила духи. И тоже ничего не говорили. А потом, когда эти закончились, я снова перешла к своему Dior. И все начали говорить, что, о, вот это Алекс. Это вот ты. Я чувствую, что ты пахнешь собой. Все от настолько привыкли. И ассоциируют меня вот с этим ароматом сейчас. Вот было и все. Я думаю, это будет последнее видео в этом году, которое я сделаю. В следующем году уже в начале сделаю, наверное, видео о фаворитах прошедшего года. Потому что мы с вами не виделись на протяжении всего года. И я хочу вам рассказать, что новенького я для себя открыла в этом году. Какие продукты мне не понравились. Вот. А сейчас, наверное, просто хотела бы пожелать вам успешно закончить этот год. Распрощаться со всем ненужным, со всеми обидами и плохими, всеми вещами. Оставьте их в уходящем году. Начните свой год с новой страницы, что я и собираюсь сделать. Много всяких перемен тоже у меня в жизни. Вот. Поэтому я жду, не дождусь. Сегодня у нас понедельник, новый год уже в среду, можно сказать, в четверг. Вот. И очень жду, буду встречаться со своими старыми друзьями, что очень для меня приятно. И я надеюсь, следующий год будет для меня успешным. Я вернусь на YouTube. Он должен быть успешным, потому что это мой год, год козы. Я родилась в год козы. Вот. Так что всем козочкам желаю удачи в следующем году. Ну и, конечно же, всем тем, кто смотрит это видео. Всем спасибо за внимание. Мне было очень приятно, что вы смотрели мое видео. И всем до встречи в новом году. Пока-пока.